Привет, друзья! Ну а сегодня я хотел бы поговорить снова о ещё одной очень популярной теории, связанной с шепчущимися и спин-оффом «Бойтесь, ходячих мертвецов». Для начала напомню о спойлерах, и я сейчас умываю руки перед вами, поэтому вы предупреждены. Для начала я напомню о сути дела. Так или иначе, в конце этого сезона война с Нигдом должна подойти к концу. Уже в следующем году новый шоураннер сериала «Анджела Канг» должна будет представить на суд публике новых врагов Рика и его команды. Так вот, в комиксе сразу после временного скачка новым протагонистом Риковцев выступили очень своеобразные шепчущиеся, которые носят кожу мертвецов для маскировки среди ходячих. Я делал целый отдельный ролик об этой очень необычной группе больше года назад, и посмотреть его можно, перейдя по ссылке в описании и сейчас у вас на экране. Конечно, я считаю, что продюсеры не выкатят сразу нам шепоту после Нигана, потому что, по традиции, скорее всего, мы увидим на несколько серий врагов менее маститых, вроде тех же Волков или Терминуса. Но потом, как бы ни отверчивались продюсеры, шепоты все равно должны будут появиться. На минувших выходных в США состоялся ежегодный уже Волк и Сталкер Круиз с практически всеми главными персонажами сериала, причем даже из прошлого, вроде Шейна, когда организаторы организуют целый лайнер на уикенд для организации плавучей комикс-конвенции со звездами шоу и армией фанатов. Среди прочих участников в этот раз повеселиться поплыл и наш дорогой Роберт Киркман, и вот именно там ему был задан вопрос о хорошо известной теории под кодовым названием «Бойтесь шепчущихся». У меня также на канале есть отдельный ролик об этом, так что ссылка будет тоже в описании. Если кратко, то суть ее состоит в том, что весь сериал «Бойтесь ходячих мертвецов» является одной большой предысторией группы шепчущихся, а сама главная героиня там Мэдисон станет в будущем альфой. На эту мысль также подталкивает и тот факт, что у ошибчихся в комиксе с 2014 года, когда они появились, очень мало сведений, и Киркман все еще не написал традиционные отдельные предыстории в комиксе о них, и в то же время они все еще оставляют много вопросов. Также, кстати, такой поворот событий может стать выходом для ликвидации не очень популярного спин-оффа сериала и фактического объединения двух шоу. Выступая на Уолк-Кристалл-Гэк-Руиз, Киркман ответил, сможет ли Мэдисон встретиться с Ниганом. Если бы они столкнулись друг с другом, Ниган, вероятно, убил бы ее. Или, может быть, она убьет Нигана, я не знаю, есть варианты разные. Вероятно, они никогда вообще не встретятся. И она не альфа, но, возможно, я вру. Я это делал раньше, мне нравятся эти теории. Конечно же, было бы крайне странно, если бы Киркман так резко бы раскрыл этот главный козырь уже сейчас. Киркман никогда не играл в угоду фанатам, сливая свои секреты. И загадка Альфа или Мэдисон, похоже, один из тех самых крючков, который все еще может держать на плаву БХМ. Если, конечно, перенос Моргана в Техас, Мэдисон не вытянет проект со дна рейтингов. Я также вам напомню, что у Альфы и Нигана в комиксе сложились совершенно неординарные отношения. И далее спойлер, осторожно. Ниган очень сурово в финале разберется с Альфой, чтобы наконец-то заполучить долгожданное доверие и прощение Рика. Да, сейчас Ниган является в шоу злодеем номер один, но в комиксе он станет для Рика кем-то вроде даже союзника. И Рик его даже простит за смерть Глена, поскольку, по словам Рика, он сам слишком много в своей жизни убил чьих-то жен и мужей. Также на конвенции Киркман в свойственной манере намекнул фанату, что Карл в шоу все еще жив. Он еще не умер, сказал Киркман. Он, возможно, и не умрет, ты этого не знаешь, но думаю, что если это случится, у него будут интересные размышления о Рике, которые заставят его действовать в очень пугающем ключе, что в итоге приведет к интересному окончанию всеобщей войны. Поэтому я думаю, что это будет действительно круто. Я думаю, Киркман все еще лукавит и, конечно же, он знает, что Карл не живец. И в то же время он не может официально подтвердить смерть Карла, потому что связан обязательствами с каналом. В то же время я бы скорее поверил во вторую часть его ответа, в которой он действительно вольно подтвердил, как смерть Карла отразится на Рике. В то же время Киркман напрочь отверг любые теории об иммунитете Карла. Это было бы ужасно, сказал Киркман. Это не сюжет, который мне нравится. Во-первых, потому что это было уже сделано во многих других историях про зомби. И второе, потому что я уверен, что это своего рода ломающая весь миф допущения. Вы и сами не хотите, чтобы это было так, чтобы был кто-то невосприимчив. Киркман все еще также против изучения вопроса причины вируса и лекарства от него. Насколько я действительно представлял эту проблему, я всегда думал, что одна из лучших вещей в этом шоу заключается в том, что речь идет не о ученых и не о людях, которые могли бы решить эту задачу, потому что я чувствую, что это несовместимо для шоу. Киркман также напомнил фанатам, что все слухи про скорый конец этой вселенной далеки от правды. У меня есть в голове представление о конце этой истории, но каждый раз, когда я упоминаю об этом, веб-сайты искажают мои слова и выдают это как скорый конец истории. Я работаю над этим, и финал еще очень далек, и это не то, что будет происходить в ближайшее время, поэтому нет причин для беспокойства. Планируйте долгое время, потому что я точно знаю, куда я иду и что для меня важно. Что касается скачка во времени для четвертого сезона БХМ, Киркман также на него намекнул. Есть разные варианты. Смотрите, либо БХМ нужно будет испытать скачок во времени, чтобы Морган смог покинуть Walking Dead и отправиться в БХМ, что звучит парадоксально, то бишь сразу после восьмого сезона. Либо временного скачка не будет, и Моргана мы увидим в промежутке между двенадцатой серией третьего сезона, когда он второй раз встретил Рика, и его возвращением в шоу в пятом сезоне. Так что это будет именно что один из двух этих вариантов. Другими словами, Киркман практически исключил вариант, что Морган мог поехать в Техас в промежутке между первыми и третьими сезонами, когда он остался с Синтианью вместе с сыном. Также Киркмана спросили об одной из самых старых теорий, не является ли зомби-апокалипсис следствием приема синего метамфетамина, автором которого является тот самый Уолтер Луайт из сериала «Во все тяжкие». Во втором сезоне мы видели, что Дэрил доставал лекарство из пакетика Мерла, на дне которого лежал синий метамфетамин, дельцом которого был его братец. На это Киркман смеясь ответил, что он обязательно скоро подтвердит эту теорию. Ну а это все новости на данный момент. По мне так, самая важная из них сейчас та, из которой мы узнали, что Морган будет в четвертом сезоне БХМ почти точно после встречи с Риком в третьем сезоне. А что вы думаете об этом, обязательно пишите ниже. Ну а это на данный момент все. Спасибо всем, что смотрели. Всех благ и удачи. И да пребудет с вами сила великого Нигана. Спасибо.